Всем привет! Вы смотрите научно-популярный канал QWERTY, меня зовут Владимир. Чтобы сделать автомобиль умным, его совершенно не обязательно делать автономным, вроде беспилотников Яндекса или Waymo1, ведь можно просто посадить в него роботы. Например, вот такого японского робота по имени Мусаси. Тело Мусаси построено по принципу мускульно-скелетной конструкции. У него искусственные мышцы вместо традиционных электродвигателей в суставах. Эти мышцы состоят из тросов и шкивов, которые приводятся в движение электромоторами. Такая конструкция позволяет роботу двигаться более плавно и естественно, как человеку. Глаза у робота – это две подвижные камеры, что позволяет Мусаси смотреть в зеркала заднего вида так, как это делают люди. А пятипалые кисти с пальцами с переменной жесткостью и датчиками усилий на ладонях и кончиках пальцев позволяют ему выполнять разные типы хватов. И для баранки, и для рычага трансмиссии. И таким образом точно управлять автомобилем. В экспериментах Мусаси сел за руль микроэлектромобиля Toyota и прекрасно справился с управлением. Рулевое колесо крутил, нажимал на педали газа и тормоза, реагировал на сигналы светофора и звуковые сигналы других автомобилей, а также распознавал пешеходов. Мусаси использует несколько алгоритмов, которые обеспечивают точное и безопасное вождение. Например, для небыстрых действий, таких как поворот руля в плавном повороте, используется алгоритм статического управления. Вот так он перебирает руками. А для более динамичных действий, нерасетевой алгоритм, обученный на данных, полученных в ходе экспериментов. И пусть пока что робот ездил со скоростью всего 5 км в час. И это только начало. В будущем его научат самостоятельно садиться в автомобиль, определять его текущую позицию и строить маршруты. Ну а также сделают чуть более похожим на человека. Оснастят кожей, вероятно, как-то поправят его анатомию. А вообще весь смысл этого упражнения в том, чтобы делать роботов более универсальными. Ведь у этого робота навыки шофера это не единственное, что должно быть в его арсенале. Он и покупки из магазина должен помочь донести, и домашнюю уборку сделать. Ну а мы начинаем самые интересные новости науки за предыдущую неделю. Рассказываем о тех вещах, до которых стоит дожить, несмотря ни на что. И как обычно, все ссылки на подробности и источники в описании. Как вы думаете, умеют ли пиявки прыгать? Оказывается, этот вопрос веками обсуждали зоологи. И хотя это не такая уж насущная научная проблема, но доказать факт прыжков пиявок было не очень-то просто. До недавнего времени у ученых были лишь анекдотичные свидетельства, и не было никаких прямых видеозаписей. Теперь же у нас есть видео прямо с Мадагаскара. На них пиявки Хтонабделлафалокс явно прыгают. Не просто падают с листа. Их не сдувает ветром, их не стряхивает мимо идущий человек. Пиявка присасывается к листу одним концом тела, и изгибается назад, и выбрасывает тело вперед. Это не просто падение, это настоящие прыжки. Причем довольно привычные для пиявок. Они это делали по нескольку раз подряд. Зачем они прыгают, пока неизвестно. Это может быть способом сбежать от опасности, поймать добычу, или просто быть обычным перемещением. Вообще многие безногие и беспозвоночные умеют прыгать. Это некоторые личинки мух и клещей, некоторые гусеницы. Нематоды так вообще используют электрические поля для своего перемещения. Ну а теперь в споре зоологов однозначно выигрывают те, кто ставил на прыжки пиявок. Ну вот теперь пусть они разбираются, зачем они это делают. В 2019 году ученые заметили странное. Далекая тусклая галактика вот с таким вот номером внезапно начала набирать яркость. Эта галактика расположена в 340 миллионах световых лет от нас, в созвездии Девы. Масса ее центральной черной дыры примерно в 2 миллиона раз превышает массу Солнца. Так это звездные вспышки в центрах галактик. Явление нередкое. Звезды, бывает, падают на черные дыры, вызывая всплески излучения. Они обычно яркие и длятся десятки дней. Но здесь же объект светится гораздо дольше, но тускво. Конечно, сразу после открытия начались активные наблюдения за этой галактикой. К 2020 году она вышла на пик своей яркости, а к 2024 даже начала испускать рентген. На данный момент она ярко светится уже более полутора тысяч дней. Это как если бы мы стали свидетелями рождения новой звезды, только размером с ядро галактики. Вполне вероятно, что мы наблюдаем очень важное для астрономов событие. Начало активного поглощения материи сверхмассивной черной дырой, то есть активацию ядра. Вообще период первичного накопления капитала у черных дыр загадочное явление. Считается, что такие события могут длиться от десятков тысяч до миллионов лет. В это время черная дыра активно поглощает окружающую материю, растет и очень ярко светится. Так как мы живем в довольно поздней вселенной, то крупные сверхмассивные черные дыры в центрах известных нам галактик уже прошли этот этап. И все, что мы сейчас видим, это уже как бы активированные, активные центры галактик. Но средние и малые сверхмассивные черные дыры все еще могут быть в начале этого пути. Ведь в среднем массой до сотен тысяч солнечных масс и даже малым сверхмассивным черным дырам до миллионов солнечных масс нужно активироваться, начать поглощать огромное количество материи, если они собираются вырастать до солидных размеров. Так как ученые уже исключили разрушение звезды, подлетевшие слишком близко к черной дыре, как источник свечения и ряд других гипотез, то остается вариант, о котором мечтали многие астрономы. Активация галактического ядра в малой галактике. Это явление даст много данных для изучения эволюции сверхмассивных черных дыр. А теперь представьте, что и в нашей галактике может произойти что-то подобное с массивной черной дырой в центре Млечного Пути. Это было бы феерично. В мире онкологии есть технология, позволяющая излечивать тех пациентов, которым не помогли традиционные методы химии и лучевой терапии. Речь о CART-лимфоцитах, то есть лимфоцитах с химирным антигенным рецептором. Эта технология уже помогла значительному количеству людей, хотя работает она только в половине случаев. Отмечу, что в половине, казалось бы, безнадежных случаев. CART-терапия нацелена на то, чтобы превратить наши собственные Т-клетки в охотников. Она позволяет вырастить на поверхности Т-клеток специальные рецепторы, которые нацелены на уничтожение раковых клеток. Однако на сегодняшний день одобрены всего 6 препаратов CART. И все они применяются только для лечения B-клеточных опухолей, таких как ликозы и лимфомы. Однако с успехом, а это успех, приходит и беспокойство. А каковы долгосрочные риски такой инновации? И в 2023 году в Штатах озаботились выявлением случаев рака после применения CART-терапии. Конкретного вида Т-клеточной лимфомы, которая могла бы развиваться из-за трансгенных лимфоцитов. Поэтому ученые из Стэнфорда, медики Стэнфорда, провели исследование всех случаев применения CRT-терапии в их центре с 2016 по 2024 год. И это было 724 пациента. Результаты показали, что за 15 месяцев наблюдения у 25 пациентов развились новые опухоли. Только одна из них оказалась Т-клеточной лимфомой. Однако этот случай произошел у 59-летней пациентки, которая уже имела ослабленную иммунную систему из-за других заболеваний и проведенной терапии. Глубокий анализ показал, что причиной возникновения Т-клеточной лимфомы стали мутации в стволовых клетках пациента и активация вируса Эпштейна-Бар. Эти мутации возникли независимо от терапии. И тогда ученые пришли к выводу, что большинство опухолей не связаны непосредственно с CRT-терапией. Тем не менее, небольшой риск все же существует, и он требует дальнейшего изучения и контроля. Но даже так CRT-лимфоциты предоставляют реальную надежду для тех пациентов, которым не помогли традиционные методы лечения. Водород – это перспективное топливо будущего, потому что при его использовании не выделяется углекислый газ. Поэтому его можно было бы назвать «зеленым». Однако в настоящее время большая часть водорода получается из метана, что сопровождается значительными выбросами углекислого газа. И уже ни о какой зелени здесь говорить не приходится, и нужно искать альтернативы. Одной из альтернатив могут стать водородные электролизеры, работающие на возобновляемых источниках энергии. Но тут возникает проблема. Для электролиза воды в промышленных масштабах нужны катализаторы, которые обычно делают из редких и дорогих элементов, таких как иридий и платины. Иридий, прекрасно подходящий для анодов в таких электролизерах, это один из самых редких элементов на Земле. Но недавно группа ученых предложила оригинальное решение. Они разработали новый катализатор для электролиза воды, который не требует иридия. Ключевой инновацией стал процесс деламинации, при котором части катализатора заменяются водой и гидроксид-ионными группами, что делает его стабильным и активным в агрессивных кислых средах. Исследователи использовали распространенный оксид кобальт-вольфрама в качестве основного материала. В результате деламинации оксид вольфрама заменялся водой и гидроксидными ионами. Это приводило к образованию стабильного и активного катализатора, который не разрушался в агрессивных условиях, где обычно применяется иридий. Новый материал просветили разными способами, от рамановской спектроскопии до рентгена. Они обнаружили, что вода, как бы запертая в катализаторе, делает его термодинамически устойчивым и активным, и без использования иридия. Испытания нового катализатора в реальных водородных электролизерах тоже показали впечатляющие результаты. Он смог добиться токовой плотности в 1 А на сантиметр квадратный и работал стабильно более 600 часов. Это лучшие показатели для анодов без иридия на сегодняшний день. Так что этот прорыв — это практически прямой путь к доступному решению по производству зеленого водорода, а в перспективе и к нормальному климату. Лучшей новостью предыдущего выпуска. Вы признали новость про то, что ученые нашли способ предсказывать деменцию при помощи обычного МРТ задолго до появления ее симптомов. На основании данных более тысячи добровольцев ученые определили, что анализ состояния сети пассивного режима мозга, объединяющий несколько его отделов и активной даже в состоянии покоя, предсказывал деменцию за 9 лет до диагноза с точностью более 80%. По данным Всемирной организации здравоохранения, число людей, страдающих деменцией, составляет более 50 миллионов по всему миру. И это число растет. Внедрение новых методов диагностики, вроде анализа дефолтной сети мозга, может существенно уменьшить эту цифру, предоставляя возможность для более раннего и эффективного вмешательства. Идеально было бы совмещать новый метод с существующими биомаркерами, генетическими тестами и подобными историями. Ну что ж, а на этом на сегодня все. Большое спасибо вам за просмотр. Напишите в комментариях о вашем опыте встречи с прыгающими пиявками или другими странными существами. Ну а проголосовать за самые интересные новости выпуска можно, как и обычно, в нашем телеграм-канале. И до скорых встреч. Пока.